Продолжение следует... 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 Понятия никто не имеет, даже никто этим не озабочен. Свадьба, это сколько раз видели, приносят там сервизы, они серебряные, золотые, все это харам. Да, вчера мы разобрали, что нельзя ни продавать, ни покупать. Почему? Я вчера тоже говорил, кто может сказать. Но как серебряные сосуды, это не значит для неверных власти мира? А для нас вахера, то есть хадис, как звучит, не пейте и не ешьте из золотой серебряной посуды. Не пейте из золотой серебряной посуды и не ешьте с золотыми и серебряными столовыми приборами. Поистине это для них, неверных в этом мире, а для нас или для вас. Он стоит с подъезжников и говорит, вахера, для вас вахера. И второй хадис тоже я говорил, что запомнил. Ну, как он звучит? А другим должно быть стыдно. Неужели до такой степени люди глупые, если кто-то находится, даже хадис в голове не осталось, и не могут два слова сформулировать? Это же неправильно. Человек должен думать о своей религии, хоть что-то знать, хоть элементарное знать. Сейчас ты должен спросить, ты кем работаешь? Он встанет, он на счет своей работы будет два часа распинаться, говорит. Да, ты знаешь, вот так, вот так, миллиметр сюда, пять кило этого положишь, это так приготовишь, что то сделаешь и расскажешь. А вот то, что будет спасать вот ахерата от огня, молчим. Кого-то анекдоты рассказываем. Нет, братья, это самое то, что нужно нам. То, что нужно. То, что вас ведет в рай. И надо в этом участвовать, надо немножко головой про это думать. Чтобы в голове что-то оставалось-то. Неужели мы до такой степени оглупели, что в одно ухо вылетает, в другое сразу вылетает, и мы уже ничего не соображаем, не помним. Это же элементарные вещи. Но второй хадис какой? Поистине те, которые пьют и едят из золотых и серебряных приборов, у них в животе клокочет пламя ада. Или журчит пламя ада, сказал посланник Аллаху Саламу. Приводят бухари и мыслим. Поэтому, если продает человек, то почему ученый запрещает? Я в чайах говорил, ну, видно, может плохо объяснял, наверное, моя тоже вина есть. Или плохо слушали. Потому что, во-первых, продажа того, что запрещено использовать. Это идет материал, металл не по назначению. Получается и срав. Во-вторых, есть искушение, что люди будут пользоваться ими. Если стоит дома чайный прибор, там, столовый прибор, захочет хозяйка перед гостями блеснуть, поставить на стол и так далее, то есть всегда есть риск использования. Есть риск использования. И тогда они как раз попадают в этот хадис. Да даже если просто он стоит, он уже приносит зло. Потому что этот металл, он не должен так пользоваться. Это мы своей крыши, мечети золотом не кроем, да, как христиане. Это золото надо использовать в нужды мусульман, бедных людей. Так же и с этой посудой. Для чего оно из золота? Зачем? Можно деревянное кушать, зато ты это золото себе раздашь бедным. Это будет намного лучше, чем ты будешь дома держать такие вещи. То есть исрав, неправильное предназначение, рия, все здесь собралось и противоречие хадису послания к Аллаху Саляму. Поэтому от таких вещей нужно избавляться. И говорили, что ношение золотых, серебряных вещей женщинам можно, да? А мужчинам? Уподобление. Женщинам, украшения, правильно, вот эти все вещи. Что можно мужчине из серебра? Кальцио серебра, ахамду лиллях. Это все сунну за это хватаются, так, поэтому помню. Хотя в этом вопросе их телев большое, разделение. Ученые говорят, что у Прадокса Саляма была печать. Печать была там, была выгравлена. Кто помнит, что было написано? Ля-иллах, Мухаммад, Расуллиллах был написан, да. Мухаммад, посланник Аллах. Ля-иллах на небо. Мухаммад, Расуллиллах. Просто Мухаммад, посланник Аллах. И он печать, он скреплял письма, когда там воском капали, он туда давил, и для печати. И поэтому ученые говорят, вот для чего кольцо носите? У вас печать это? Нет. А тогда зачем? Тогда это не сунна. То есть, да, для красоты и украшения. И осуждает, большинство осуждает. Я тоже раньше носил, потом, как услышал от вас, сразу снял его. Потому что это, они говорят, Прадокса Саляма использовал как печать, не для украшения своих пальцев. Она нужна была, как печать для него. Потому что он читать, писать, как вы помните, не умел. И он должен как-то подписывать письма, послания, которые отправлял царям, наместникам и другим людям. Он должен подкреплять. И вот он эту печать подкреплял, так как не умел писать. Она была печатью, которую мы носим в сумке и так далее. Вот если выгравить себе индивидуальный предприниматель, такой-то на этом кольце, то-то, то-то, пожалуйста, носите. Ну, а раз нет, значит, это не подпадает под это дело. Не сходится с сунной. Поэтому, фатару ляма, они все говорили, что это печать была, печать, а не для украшения, наоборот. Да, это печать. Они все, и сахабы про это говорят, это была печать. Был у сподвижников кольца такого, для украшения? Не было. Поэтому мусульмане сейчас, хорошо, что хотят соблюдать сунну, но надо еще думать. Думать, если мы узнаем фатару ляма, достаем, мы должны подчиняться. Как бы нам это кольцо не нравилось, это всего лишь кольцо, братья. Это ничего, а подчинение сунне, это намного важнее. Аллах Уране говорит, да, самер на аватар, мы услышали, подчиняемся. Надо стараться попасть. Вот поэтому, слушайте, вы слышите, и как вы можете потом подчиняться то, что услышите, если у вас ничего не осталось? Это невозможно. Это просто-напросто невозможно. Сейчас у мусульман нет пользы. Да, Халид ибн Валид, четыре суры с Кураном, у него в другом деле была польза. У нас ни в этом деле, ни в каком вообще пользы нет. И знаний мы тоже брать не можем. Ладно, и что может мужчина из серебра? Это может, как и ваше знание. Машал, Адяза Калахарин, да. Пластина на голове или там колено. И золото. Насколько золото, оно не отторгается. Золото, оно вообще инертный материал такой. А серебро, правильно, что сказали? То, что, серебро должен как использоваться? Как металл? Металл. Ругаетка меча, свисток серебряный, бляшка на ремне, если нет. То есть, использоваться как металл. И отношением как к металлу ему должно быть. Отношение к металлу не как какой-то роскоши или же, что вот я хочу показать себя. Нет. Просто обыкновенное обыденное отношение. И все. Серебро. Хорошо, про серебро это мы уже разобрали, повторили. Теперь мы говорили вчера про аренду. Что можно и что нельзя сдавать в аренду. Это, конечно, очень кратко. Но, тем не менее, основные базовые понятия в этом разделе. Что у нас разрешено сдавать в аренду? Я вам просто не стал мнений всех, всех. Они потому что одинаковые в этом вопросе. Мене ученых. Я вот взял Ибн Кудама. Это большой очень ученый, шейх хамбалитского масхаба. Ну, неважно, он ахлисуновский имам. И поэтому его слова он как бы очень хорошо сказал про это. Что можно первое? Тоже разрешено покупать, то можно и сдавать в аренду. Правильно. Ну, чуть-чуть не то. Чуть-чуть не то. Ты правильно говоришь. Ну, брат, покупать можно разные вещи. Но не все сдавать можно в аренду. Твои слова неправильно могут исполковать. Покупать вещи с фанелом. Я пойду сейчас решетку и яиц куплю, сдам в аренду. Ну, а ты же говоришь, это общие ты говоришь. Нет, это не так. Поэтому я тебе привожу, нет. Слушай, основа остается, его выгодят, а то, что у меня остается, не сделает. Правильно, остается основа. Ну, скажем... Помещение будете сдавать, а? Ну, помещение сдам я, банк будет у меня в помещении. Можно? Нет. А у меня основа осталась. Почему нет? Ну, может, ничего нет. Вот, вот, ну-ка, дальше. Что, может, что, что из нее? Можно сдавать одну вещь, которую можно получить, а я не буду. Правильно. Вот с этого вы начинаете. Вы опять начинаете все с конца эти. Вещь, с которой можно получать дозволенную пользу. Вот, а потом уже что-то и купил, и уже пойдут пункты у вас. Вот это будет дробиться. С которой можно получать дозволенную пользу. Брать правильно сказал, в основе остается. Ну, у меня здание остается, сдал под банк, и все. Ну, и что? Вот я сказал, мне придут к низе. Я скажу, а почему? У меня же оно осталось. И буду спорить стоять. Но я же не получаю пользу по шариату от этого здания. Вот это важно. Самое главное, вот это. Если я сдал помещение, и получаю халяльную дозволенную по шариату пользу. Все. А дальше я уже смотрю. Ага. Сдал, допустим, подобной магазин. Можно? Можно. Почему? Какие проблемы-то? Я уже получаю пользу. Здание у меня осталось в итоге? Да. Все, вот и все. И все. Тема закрыта, можно сказать. То, что можно сдавать. Остаток у меня остается. Здание никуда не исчезает. И пользу я получаю халяльно от этого магазина. Все. Все. Да. То, что не остается в остатке. Вот это вот тебе правильно говорит. Первое. Что не остается в остатке, да? Ну, например. Продукты, любая пища. Пища. Ну, как ты ее в аренду сдашь-то? Чтобы человек получил. Человек для чего берет в аренду? Помещение. Он хочет из него тоже получать пользу. И ты будешь получать, и он будет получать. Он там будет какой-то деятельностью заниматься. И платит себе аренду. Тебе хорошо, ему хорошо. Он откроет магазин. И все счастливы. А здесь, чтобы он получил пользу, он, значит, должен это съесть. А если он съест, тогда он, само собой, исчезнет. И у тебя твоего товара, когда ты сдаешь в аренду, не останется. Поэтому это не сдаётся. Ну, так никто и не делает, но мы должны знать правила. Почему нельзя? Или же не только пищу. Топливо, свечи куда? Свечи. А свечи вообще для чего? Чтобы освещали. А если они будут гореть, освещать, они сами с собой исчезнут. Опять у нас не сходятся. Концы с концами не сходятся. Почему? Потому что аренда – это договор на получение пользы из чего-то. А в таких случаях пользу не извлечь. Не уничтожив сами вещи. Это первое. А второе что? Нельзя сдавать. Правильно сказал. Только скажи такими словами, как первое было. Из которого запрещено получать запретную пользу. Понимаете? Или же из которой польза запретна. Правильно, правильно. Например. Вот, помещение в банк, где будет играть музыка, ресторан какой-нибудь, где будет алкоголь продаваться, диско-бары и так далее. Всё это у нас запретно. Зина будет совершаться, пение. И всё это у нас в исламе харам, и под это у нас помещение не сдается. Помещение халяль. Ну, будет если даже там просто караоке-бар петь, там реветь на всю город, да, там, напьются, начинают реветь. Это всё, это харам. Человек не может это сдавать. И третий вид – аренды. Правильно? Всё. Одно предложение. Ничего не надо больше говорить. То, что запрещено продавать. То, что запрещено продавать, вот это тебе, брат, только ты наоборот правила сказал. То, что можно купить. Купить-то я могу много с фанала. А вот то, что запрещено продавать, то и запрещено сдавать в аренду. Потому что это общее правило. Ты не можешь выгоду получать как при продаже, так и сдачи в аренду. Нельзя. Если эта вещь запрещено продавать, значит, её запрещено и сдавать в аренду. Это запрещено и сдавать в аренду. Ну, это что касается аренды, да, общее правило. И мы вчера такой пример забрали, что сдача дома не мусульман, да, в частности, индусы там задавали вопрос. Шейхмунаджиды, он приводил многие фатва, троляма, разные гилсамины, других-других имамов. В итоге что? Кто может сказать, чтобы мы всё это не повторяли? Что из этого? Какие выводы? Можно сдавать. Мужикам даже хватило, но желательно взять её в мусульмане. Правильно. Но мужикам можно сдавать. Когда там, вот, вы говорите, можно сдавать и? Можно сдавать, но при условии, что там храма всё-таки не будет. Если известно, что, например, он там поставил буту или ещё какую-нибудь алгебряную вещь, то нельзя запрещено. Или кто там устраивает, я не знаю, в личный дом, который, или так далее. Тут надо уточнить тоже, опять-таки. То есть, при заключении договора он тебе скажет, что я поставлю буту и поклоняться ему буду, да? Так? Да, в таком случае запрещено. Так, хорошо. То есть, церкви, всякие храмы, если ты знаешь, что там будет у тебя в этом помещении, то тогда не сдаётся. Правильно. А если ты не знаешь? Ну, ты, допустим, сдал ему под жильё, а он поставил большой крест. В этом случае, если в первом случае человек сдаст, да, надо думать, если вот он знает, что там хотят сделать какое-то неподобающее заведение, и он сдаёт. На хозяине будет грех? Да. Да. А во втором случае? Во втором случае не будет греха. Правильно. Во втором случае греха не будет. Потому что он же не сдал, он ему пришли и сказал, что мы хотим там жить. А потом он заходит и видит такое дело. Греха не будет. Имам Ахмад про это и говорил, что греха не будет, но обязательно является порицание их, расторжение с ними договоров. Даже если они в своих домах, не только в твоём доме, сказал Имам Ахмад, помните слова? Не только в своём, но даже они в своих домах, когда занимаются этим, для мусульман является обязательно порицание их. То есть, сделать давы, доносить они, что вы занимаетесь не тем делом и так далее. Конечно, это все в нормальной, адекватной форме. Для этого надо уметь говорить, что, ребята, вы поклоняете не тому и ничему и так далее. Объяснять им нужно. На мусульман ответственность такая делать давы, призывать к исламу. Тем более, когда в твоем помещении это происходит. И поэтому отсюда вывод, что да, можно сдавать немусульманину, но лучше сдавать мусульманину, как об этом все имамы про это и говорят. Хорошо, мы это повторили. Давайте дальше пойдем. И я хотел бы вернуться к такому вопросу, потому что студентов здесь много. Я постоянно вижу, алхамдуллах, молодых, молодежь тянется, это очень хорошо. Все-таки до конца мы как бы вскотч этот вопрос рассмотрели. Еще в самом начале, когда торговлю брали, копирование, распространение информации, дисков, программ. Потому что сейчас у каждого дома компьютер, если сейчас никого не удивишь, компьютером и у каждого компьютер сам по себе это груда металла, хлам. А вот он работает при помощи программ, которые его останавливают. И бывает так, что одна программа, особенно графические, стоит дороже, чем этот компьютер даже. Дороже. И они постоянно обновляются и так далее. И у них у всех есть хозяин, который устанавливает какие-то права, ограничения на использование этих программ. Ну, естественно, они, программисты, инженеры сидят не просто так, там, чьи гоняют, они тоже хотят деньги зарабатывать. А если каждый будет у них забирать, тогда получается не очень хорошо. Как быть мусульманом в этой ситуации? К сожалению, опять-таки, я говорю, мусульман сегодня практически никакой пользы нет. Ни знания нету, ни пользы, ничего не можем сделать. Ни своих программ нет. Если бы были мусульманские инженеры-программисты, создавали бы эти программы, я думаю, ситуация была бы кардинально другая. Эти вопросы можно вообще бы не рассматривать. Просто сказать, ну вот же есть свои мусульманские отчеты и не пользуешься. У нас нет ни одной машины своей, ни станков нормальных, ни программ компьютерных. Ну, практически никакого научно-технического прогресса в мусульманской жизни в мире не наблюдается, к сожалению. Поэтому приходится рассматривать права не мусульман. И задают ученым по этой теме много вопросов. Давайте вот это рассмотрим, чтобы знали, чтобы не впадать нам в грех. В любом сейчас предприятии, есть 1С в бухгалтерии, практически все воруют, то-то-то есть. То есть, как сейчас, чтобы дальше не забегать? Вопрос такой. Фатва номер 163 183. То есть, человек задает, говорит такой вопрос. Моя родственница, у нее сейчас экзамены, и она копировала бумаги в библиотеке. Пришла студентка копировать бумаги в библиотеке. Ну, у нас есть в библиотеке Горького, знаете, в центре, там огромные стоят аппараты копировальные. Любой человек может зайти, копировать любого формата. В принципе, они ему там сделают копию. Там же другая девушка копировала бумаги под предмету, которого у моей родственницы не было, говорит, задающей. То есть, она искала этот предмет, и не было. И она случайно увидела, что рядом девушка копирует бумаги вот именно по тому предмету, что ей был нужен для обучения. И когда, говорит этот человек, моя родственница попросила эти бумаги для снятия копий, то девушка извинилась и сказала, что бумаги не ее и не дала. Когда она ушла, она сказала, что ни моей бумаги не могу дать, видите, мусульманин должен так и делать. Не могу, все, хозяин, я должен спросить хозяина. Когда она ушла, моя родственница обратилась к работнице библиотеки, чтобы та дала ей бумаги, которую копировала та девушка. Та девушка оставила, значит, или там какая-то копия сохранилась. И вот эта вот первая девушка просит у работницы библиотеки дайте ей эти бумаги, чтобы, я сказал, наносить заплату. Моя родственница, говорит, спрашивающая, заплатила за них и взяла их. Но совесть есть, иман есть, и она даже не стала их читать и хочет узнать, имеет ли она право читать, учить, брать пользу с этих бумаг. Смотрите, какая простая вот ситуация. Да что такое там, несколько листов, какая-то тетрадка и так далее. Что говорят по этому поводу ученые? Хвала Аллаху, то, что, говорит, совершила работница библиотеки, является посягательством на чужое и несправедливостью. Даже одна тетрадка, одна тетрадка, это не какие-то там глобальные вещи, одна тетрадка, может быть, написанная кем-то, человек один вечер потратил, но говорит, нет, я не разрешаю, и вот лежит. Это является посягательством на чужое и несправедливостью. Тому, кто знал о том, что владелец запретил снимать копии записи, не дозволено копировать или покупать их. Если он совершил это, то стал соучастником греха и несправедливости. У всех рукописи и изобретений есть авторские права, которые принадлежат автору. Посягать на них запрещено. На основании этого, отвечает шейх, вашей родственнице запрещено пользоваться этими бумагами. Пусть она отнесет их в библиотеку и вернет за них деньги. Также необходимо указать работнице, которая дала ей на ее ошибку. Видите, в каждой фатве, как ученый, разъясняет вопрос. Не просто, вот что мы сейчас, он косвенно касается аль-валя-валь-бара. Не просто, говорит, иди отнеси, отдай деньги, он говорит, необходимо указать на ее ошибку этой библиотеки. Это и есть аль-валя-валь-бара, что мы сейчас, у нас нету этого. Девушка взяла тетрадку, и она обязана пойти отдать, и еще и указать этой работнице, что ты дала мне и сделала добро, но это плохо. Так больше не делай, ни мне, никому. Это и есть насаха. Насахат это совет, и мы обязаны каждый так делать. Тогда и будет сохраняться. Тогда будет сохраняться что, шариатское право? Шариат будет сохраняться. Тогда этой работнице будет стыдно, и она уже, другой человек придет и скажет, давай я тебе там в два раза больше сплачу. Она скажет, нет, уже у меня такой случай был, хватит мне одного стыда. Если у него есть иман, если у него есть иман. Если у него нет имана, хоть там говори, кричи, ругайся, хоть тюрьму посади, все равно будет делать так. Ну, это уже другой случай. А так, мы обязаны указывать на такие вещи. И говорят про это у ляма, даже в таких мелочных вопросах. Необходимо, когда отработается на ее ошибку. И если она нуждается в этих бумагах, то есть вот эта студентка, то пусть поищет их у своих подруг или в других библиотеках. Аллаху алим. Заканчивается. То есть, видите, даже одна тетрадь, она защищается правами. Если хозяин сказал нет, значит нет. Никто не может ее отдать, продать и так далее. Это запрещено. Следующий вопрос. Вопрос 102. Фатфа 102. 352. Копирование как раз-таки программ, крейки, сериалы. Но кто не знает, программы, к ним ключи бывают, крейки, сериалы и так далее. Чтобы программу скачать или запустить, нужны еще и пароли, ключи, правильно? Вот. Значит, я правильно понял, альхамдуля. И задается вопрос. На моем веб-сайте человек спрашивает, размещены программы? Хвала Аллаху, я убрал все пароли, крейки, сериалы для этих программ. То есть, человек сделал сайт, разместил программы. Но потом, альхамдуля, он говорит, я все пароли, все ключи убрал. Какие-то программы он размещал, чьи-то. Но на форуме участники размещают помимо меня, находят пароли, ключи к этим программам и размещают их. Размещают крейки и сериалы к этим программам. Удаление этого для меня очень изнурительная работа, говорит человек. Но он не может сразу все охватить, сидеть 24 часа за компьютером и смотреть, ага, тот появился ключ, этот ключ появился. И люди начинают программу просто копировать, копировать. Пользуясь вот этим ключом или паролем, который выставил кто-то там из участников на форуме. Но кто это занимается, он поймет. И совершаю ли я грех, спрашивает человек, если я оставлю этот вопрос под ответственность участника форума. То есть, будет ли на мне грех, если я скажу, вот он выставил этот пароль, на нем и грех. Сделать вы, что хотят. Будет ли достаточно дальше спрашивать, просто написать, не разрешено выставлять пароли, крейки, сериалы на форум, ключи. И грех будет лишь на том, кто это делает. Ученые, смотрите, вот, маршала, насколько вот ученые действительно ученые. Они даже в таких технологиях должны разбираться, чтобы дать правильный ответ. На то он ученый, потому что он задает со всех областей, и он не может сразу за 5 минут ответить. Он берет паузу день, 2, 3, неделю, не торопит, изучает всесторонний этот вопрос. Он же не инженер, программист. Он не знает вообще компьютерную программу. Он обязан, значит, чтобы ответить на вопрос, изучить это. Или спросить, значит, людей. Проконсультироваться, и потом дают. Ну, дают. Маршала, какую работу проводят? И ответ. Вся хвала Аллаху. Правила относительно выставления креков, то есть этих паролей, сериалов на веб-странице, основываются на правиле относительно копирования этих программ. Если дозволено копировать программу, то разрешено выставлять и ключ, и пароль к этой программе на веб-страницу. И если запрещено копировать программу, то и выставлять ключи, и пароли к ней, к реке запрещено. И, во-первых, дальше продолжает. Если владелец или создатель программы указал на копирайт и запретил копирование, то есть указал, что копировать запрещено, и запретил копирование для личных и общественных связей, целей, то основываясь на общем принципе этих условий, их необходимо выполнять. То есть, если человек, создатель, у кого есть авторские права, инженер-программист, запретил копировать пользу этим программе, то их необходимо выполнять. И дальше приводит Далиил Хадис, потому что посланник Аллаху Салам сказал, мусульмане ограниченными условиями, то есть договор, мусульмане соблюдает договора. И он же, Саллаху Аляхи Ва Салям сказал, кто достигает дозволенного, то есть то, что дозволено каждому, если, что это Хадис значит? Первым, то у того прав больше. Кто достигает дозволенного, то что дозволено каждому, то у того прав больше. Например, идет караван, и видит Азис, и говорит там, Амир, да, это караван. Мы здесь сначала остановимся, основим деревню. Вот первый, кто пришел, говорит, это моя территория. Все, это его территория. Это была ничья территория. Но человек первый пришел, ему понравилось около дерева. Он говорит, здесь я. Вот пять на пять, не трогайте мое. Все, это его. А другой говорит, моя там. И вот так вот получается, это простейший пример, когда человек достигает дозволенно. Земля дозволена, для всех была дозволена. Но он пришел первым, может добежал, да, может добежал. Ну, может, просто они шли, он в караване был первым, даже не дошел до туда, вот, допустим, до лучшего места, сказал, нет, вот, отступил шаг, вот это мое, все, и никто не лезет, его права, он уже хозяин, он первый занял. Это было ничьё, это было халяль всем, это было для общего пользования, он занял, и он становится хозяином, он становится хозяином. Понятно, да? И это было приведено шейхом Ибн Базом, в фатве постоянного комитета, фатва Ладжина Даймы, 13-м, 188-я фатва, то есть то, что если владелец запретил копировать, и он первый достиг, допустим, он первый разработал, то все, никто туда не лезет. Дальше. Это усиливается тем фактом, что запрещение копирования защищает рукописи, изобретение продуктов и другие вещественные и невещественные права, и не разрешено нарушать это право без разрешения хозяина. К этому также относятся кассеты, диски и книги. Вне всяких сомнений, производители кассеты и дисков потратили время, усилия, деньги для их производства, и нет никакого довода из шариата, запрещающего им брать прибыль за свою работу. Нет никакого довода, что он может брать прибыль. Он сделал, он работал, все, он полный имеет право получать оттуда прибыль. Тот, кто нарушает их права, совершает по отношению к ним несправедливость и незаконно захватывает их имущество. Более того, если будет дозволен нарушать их право, то эти компании перестанут выпускать и изобретать, потому что не будут получать прибыль, и они могут закрыться, так как не смогут платить своим работникам заработную плату. Вне всяких сомнений, если эта работа прекратится, то люди будут лишены большого блага, поэтому ученые издали много фетов о запрещенности нарушения этих прав. В этом польза о сохранении их прав, о нарушении вред, нарушение вред. Это может быть медицина, это может быть какие-то материалы супер, да, там, для окон используем, для одежды используем, для чего-то, для стен используем, кто-то изобретает, но в этом польза. Если все будут воровать, скажут, да, не буду, зачем мне это, потому что он ворует, в пользе не будет, исчезнет польза. Во-вторых, если нет никакого указания на запретность создания копии для личного пользования, то есть бывает так, что создатель, автор прав, говорит, до личного пользования можно, только лишь для личного пользования, но не для общественного, то разрешено создавать копии до личного пользования, но не для получения прибыли. И шейх Мухаммад Салих ибн Усаймин сказал в отношении этого вопроса, необходимо решать этот вопрос согласно традиции. Если человек желает сделать копию для себя, и тот, кто изначально записал это, не указал на запретность создания персональной или же публичной копии, то я надеюсь, что в этом нет ничего неправильного. Но если человек, который изначально указал на запретность с самого начала создания личной или публичной копии, то это запрещено, то это запрещено. То есть понятно, да, если правообладатель сказал, да, личного пользования, а распространять нельзя, то, пожалуйста, копируйте, но никому не давайте. Вот уже надо сказать, брат, ну не могу дать, вот сам скопируй, вот и найдешь, скопируй, а я тебе дать не могу, потому что мне ограничил правами хозяин этой вещи, он написал для личного копии, поэтому я тебе не могу в этом вопросе помочь. Скопируй сам, сделай, и будет тебе счастье, и мне будет счастье. А если же сказано полностью можно распространять, иногда, особенно мусульманские, есть и авторы книги, когда печатают в электронном виде, в интернете распространяют, они пишут, что можно распространять, более того пишут, что распространение приносит пользу, пожалуйста, распространяйте. В-третьих, выше мы указали на общее правило в отношении принципов, но могут быть случаи, в которых разрешено копировать без получения разрешения от хозяина. Вот смотрите, вот здесь уже самое интересное. Могут быть случаи, когда разрешено копировать без получения разрешения от хозяина. Первое. Если в продаже его нет, какого-то продукта, и в нем есть нужда, почему можно копировать? Кто может ответить? Начало самой торговли. Умер. Наследники есть. Буду наследство разбирать, вы увидите тогда, что наследство защищено шариатом не меньше, чем торговля. Защищено шариатом. И даже ты, будучи при смерти, не можешь ничего сделать своим наследством, потому что оно уже переходит к твоим детям. Аллах, шариат, защищает твоих детей. Это серьезная тема. Нельзя без разрешения автор, ничего с этим продуктом делать, нужно у него спросить, если он разрешит, тогда он... Супханала, вы хоть слушайте, что я говорю. Вы сейчас совсем другое сказал ты, брат. Я сказал, но могут быть случаи, в которых разрешено копировать без получения разрешения хозяина. Я скажу, без получения разрешения хозяина. Первое. Если в продаже его нет, и в нем есть нужда. Что тогда получаете из этих слов? Что вы понимаете? Монополия. Пошел. Правильно. А монополия запрещена в исламе. Монополия. Монополия. Он создал монополист. И он на этом наживается. Мост, дорога. Нельзя этого делать. Потому что вот в этом случае тогда тоже самое получится. Какая диск, программа, мост, дорога. Он взял, купил отрезок дороги, да? И нету другой дороги. Хоть это километр будет, хоть 50 метров. Ты уже нужно проехать. И он тебе поставил по 100 баксов с каждого. А человек не может он и пользоваться. И что тогда? Что тогда людям делать? Вот в этом случае можно нарушать его права? Потому что монополия запрещена. Монополия запрещена. Если в этом случае возникает монополия, то есть его в продаже нету, и в нем есть большая нужда, получается, монополию. А монополия запрещена. Вы тут хоть сразу включаете, мол, брат, ты совсем противное говоришь. Я говорю одно, а ты совсем другое. Надо немножечко думать же. Дальше. И копии планируют раздавать в качестве благотворительности или используют личных целей, и с них не будет получаться прибыль, или они не будут продаваться. Конец. Первое. Если продажи его нет, опять повторю, и в нем есть нужда, и копии планируют раздавать в качестве благотворительности или используют личных целей, и с них не будет получаться прибыль, или они не будут продаваться. То же самое, как мост и так далее. Ему скажешь, да ты что? Ты что делаешь-то? Ты мусульман, все, кисарот перехал. Они как могут? Рекой пользоваться, мостом, дорогой. Так делать нельзя. Так делать нельзя. И Ислам будет против этого человека. Для чего? Чтобы другим сделал благотворительность, чтобы остальные спокойно по этому мосту проходили, по этой дороге ездили, чтобы была благотворительность. Или каждый для себя взял и нарушил, имеет право. Он взял вот себе и нарушил, хотя он цену поставил. Он имеет право, потому что в этом случае монополизм это вред для шариата, для мусульман. Второе. Если есть большая нужда в этом, и хозяин просит больше, чем они стоят. И хозяин уже покрыл затраты, связанные с их изготовлением, и получил прибыль, что должно быть оценено экспертами. В этом случае дозволено копировать для личной цели, но не с целью продажи. Повторю. Внимательно слушайте. Тут тоже подводные камни есть. Голова должна работать. Если есть большая нужда в этом, и хозяин просит больше, чем они стоят. И хозяин уже покрыл затраты, связанные с их изготовлением, и получил прибыль, что должно быть оценено экспертами. В этом случае дозволено копировать для личной цели, но не с целью продажи. Что вы понимаете с этого? И ты можешь копировать. Вот я понял, что я говорю. Неправильно понимаете. Но он продаж подвижит, что он не продает, скажем? Ну да, продает. Второй случай есть. Если есть большая нужда в этом, допустим, может быть, две вещи, тут уже нет монополии, три вещи, но хозяин, они, может быть, сговорились, да, бывает так, что они на планке цены держат там и завышают цену этого продукта, цифрового продукта, завышают цену, да, и хозяин просит больше, чем они стоят, и хозяин уже покрыл затраты, связанные с их изготовлением, получил прибыль, что должно быть оценено экспертами. В этом случае дозволено копир для личной цели, но не с целью продажи. Ну для этого нужен как раз эксперт, чтобы не просто вот так вот взял, там, решил, а, вот мне вот понравилась программа, наверняка он там заработал, например, вот так делать нельзя. Нужно, чтобы какая-то фатва была или какое-то разрешение, что ли. Правильно, правильно. Вот я же говорю, что вы слышите и понимаете, это не просто так. Взял, как ты решил, что он оправдал? И пока взял, ты посчитал его деньги? Ты знаешь, сколько он затратил на эту программу? Каким образом ты вот выведешь баланс-то его? Для этого есть, поэтому ученые говорят, что оценено экспертами. Если независимо, ты пришел, мусульманские эксперты, которые могут, допустим, оценить ситуацию, и он в полной ответственности является, что эта программа стоит столько-то, на основе его слов, допустим, время прошло, и человек заработал столько-то денег и так далее, и оно оправдалось, ну должен эксперт в этом участвовать? А у нас сейчас каждый эксперт. Почему? Потому что ему нужно. Вот человек, тебе это не было нужно, ты за это не задумывался, а все равно ты стал экспертом, потому что тебе нужно. Нет, так делать нельзя. Может быть, он неделю назад только выпустил этот продукт, понимаете? И он затратил вообще цифровые продукты, да, они очень дорого стоят. Там работает целая команда инженеров, программистов и так далее, им надо платить высокие зарплаты. И, допустим, выпустили только неделю назад этот продукт. И он стоит огромный денег, он не оправдал. А каждый решил, да, он и так богатый. Давай я его не оттяпаю. Как так? Где есть фатфаз, что богатый грабить можно? Поэтому тут должна быть оценка экспертами. Вот видите, что они говорят, и хозяин уже покрыл затраты, связанные с их изготовлением. Как мы знаем, откуда мы знаем, что он покрыл затраты? И получил даже прибыль. Откуда мы знаем, что он получил прибыль? Если, они иногда бывают, там, да, выставляют, там, Microsoft или Google, продукт столько стоит, там, прибыль такая-то получена, отчет, финансовый отчет компании. Отсюда, конечно, финансовый отчет и компании. А помните, мы говорим, что это если акционеры, то финансовый отчет компании, пожалуйста, может быть. В этом году мы провели деятельность на такую-то сумму, получили такую-то прибыль. Даже независимые эксперты это оценивают. Журнал Forbes оценивает, другие эксперты, они говорят, эта компания поднялась в рейтинге на столько-то. Она произвела продукты на такую сумму, а получила прибыль на такую сумму. Это что мы понимаем? Что вот эти все, там не надо по именам всех называть. Допустим, 100 продуктов я выпустил, Google, да, допустим, 100 каких-то программ выпустил. И каждая программа стоит миллион. У него ушло 100 миллионов. В конце года эксперты считают 100 миллионов, а сейчас у него в банке 200 миллионов. Значит, он уже получил прибыль. Но это надо аккуратно влачать. Это я общий говорю, не у тебя, а все, сейчас прочитали журнал, можно лоровать. Абрам Атамов сказал, нет, это я просто пример привожу. Там надо быть очень внимательным в этом случае. Хадис есть, потому что люди отходили просто Аллаху, да, цены получили, и отвергали цены. Он сказал, я не хочу, чтобы судьбой деньги кто-то был ниже, но это не я. Ну вот, фатфау ляма, нет, он сказал, цены устанавливают только Аллаху. Продолжение этого хадиса, цены, я не могу вам установить цены, цены устанавливают только Аллаху. Да, правильно, но этот человек, он уже явно превысил все лимиты, он грабит других людей, потому что этот продукт, допустим, его не так много, он уникальный. Цена намного завышена. Хотя, правильно, из этого хадиса даже исходя, что цену он такую поставил. Ну вот, фатфау ляма, что они... Другое хадис, что сами придерживают продукты, потом для подорожания, для повышения цены. Это другое уже, это другое. Нет, это другой момент. Это другое, когда придерживают, да, анишалам, и да, это тоже дойдем. Вот я упустил, кстати, хотел тему разобрать, когда придерживают продукты, и потом, чтобы наживаться на этом. Поэтому тут надо очень внимательно быть. Третье. Если это принадлежит тому, кто не защищен шариатом, вот эта любимая тема мусульман, да, дар уль харб, и все, и пошло, и поехало. Ничего не понять этот вопрос или услышали, и начинает, поехало. Если это принадлежит тому, кто не защищен шариатом, то нет ничего неправильного в том, чтобы скопировать. В отличие от харби, немусульман, который воюет с исламом, защищенным шариатом, считается мусульман или зимми, немусульман не под правлением мусульман или мустамин, тому, кому дарована безопасность правителям мусульман. То есть, если, ну, эта фатва я привожу полностью, потому что вы можете найти, я номер сказал, и там эта фатва ничего не утаивает, шейха Мунаджида сайта. Но это очень осторожно с этим третьим пунктом надо быть, чтобы не ошибиться, чтобы не ошибиться, потому что там очень много противоположных мнений, сразу скажу, я привожу полностью. И основываясь на этом, если запрещено копировать, подытожим, то есть, ну, третье, опять, вот, если это принадлежит тому, кто не защищен шариатом, то нет ничего непреального в том, чтобы скопировать. Это не значит, что можно воровать. Это разные вещи, что с КП иду, а вот хлеб в магазине сворую. Не, братья, это разные вещи, очень даже разные вещи. Скопировать и воровать. В отличие от харби, немусульман, которые воюют с исламом, защищенными шариатом считаются мусульмане или зимми, немусульмане под правлением мусульман, или мустамин тому, кому даровано безопасность правителя мусульман. Основываясь на этом, если запрещено копирование, то следует предотвращать опубликование постов с линками для заказчиков Что это такое? Перейду на нормальный язык Основываясь на этом, если запрещено копирование, опять аль-валява, аль-бара, что сегодня нет среди мусульман Порицания тому, кто делает грех, нету Побойтесь Аллаха, вам мусульмане Если вы не будете порицать, Аллах изымит иман из ваших сердец И вы будете соучастниками с этим человеком И Аллах может наказать и вас вместе с ним Потому что вы были согласны с ним и не порицали А здесь опять-таки ученый говорит, основываясь на этом Если запрещено копирование, то следует предотвращать опубликование постов То есть увидел в интернете программа, запрещена копирование, нельзя ее копировать, нельзя распространять И к ней ключ, если ты можешь удалить этот ключ, удали его Удали его, то следует предотвращать опубликование постов Пост это, знаете, да? Написал человек, что это в интернете пост называется Постов с линками, ключами для их заказчиков или для заказчиков и сериалов Недостаточно просто опубликовать сообщение, как брат, помните, пишет Он хотел сначала опубликовать, что запрещено, ключи всякие выставлять Нет, он говорит, ты обязан удалять И каждый мусульман обязан удалять Недостаточно просто обувлекать сообщение Что это запрещено, потому что вы способны устранить Или изменить это Поэтому каждый человек, который способен Устранить, изменить, предотвратить воровство Предотвратить постигательность чужую собственность Видя, что делают другие мусульмане Воруют и так далее Он обязан это остановить Вот сколько я вам фатва даю И в каждой фатва про это и говорится Что мы обязаны это устранять Потому что если мы так делать не будем Хадис правок, если кто знает Что погубило иудеев То, что они не порицали друг друга И не останавливали, когда они творили беззаконие Первое, что погубило иудеев Сказал правок Мухаммад Они не порицали, они были согласны с этим Первый начал, нормальный сосед Второй за ним пошел, третий пошел, четвертый пошел И вот так и образовался Один начал кричать, это уже все Народ лута Праведники тоже погибли там Почему? Потому что они не порицали Потому что они не порицали Омр ибнаблю Азиз Наказывал пианор Первого сказал Накажи того, кто с ним сидит Человека, праведника А ему говорят Он еще пост держит Он говорит Вот с него и начни Почему? Потому что он не порицал этих людей Он с ними сидел Он держал пост Он был праведником Они были чудатые, выпившие И когда правитель Халиф Увидел или ему донесли Он сказал Накажите всех Мога посерединить праведник Вот с него и начните С него и начните Гай Потому что если не будет порицать Такой человек Кто будет порицать? Кто будет их останавливать? Кто будет шариат поднимать? Это очень большая тема Н ще ладно Мы ее тоже в будущем постараемся взять Но обязан каждый мусульм dries Нет, это дело чести, защита шариата. Ревность должна быть. В первую очередь к шариату Аллах смотали. Аллах может забрать и жену, и детей, и других людей, но шариат останется, и ты обязан его защищать. Нравится кому-то это или не нравится? Понятно, да, с этим? Более-менее разобрали. Следующий вопрос. 129-191. Конспектированы учебные программы для продажи и запрет на их копирование, если есть или вообще нет. И вопрос такой. У нас есть учебное заведение, где делают конспекты наши учебные программы и продают их студенткам по цене, которую я могу себе позволить. Спрашивает студентка. Но я знаю тех студентов, которые не в состоянии заплатить за них. Они запрещают, эти кто распространяет, копирует, изготавливает программу, они запрещают делать копии и даже указывают на конспектор, что это запрещено. Даже пишут на конспектор, что это запрещено. То есть пишут, я не разрешаю копировать без моего разрешения. То есть они хотят, чтобы каждая студентка покупала у них. Имеют ли они право на это условие? И разрешено ли группе студентов заплатить вместе цену за один экземпляр? Видите, это тоже новое условие. Разрешено ли группе студентов заплатить цену за один экземпляр с тем, чтобы каждый скопировал с него и обязательно ли на это их разрешение? Обладает ли покупатель полным правом распоряжаться покупкой? Если я вошел или вошла в долю, с другими человеками купили книги, ведь это разрешено и в этом есть сомнения или нет? Спрашивают у шейха. И что говорят у ляма по этому вопросу? Этот вопрос относится к категории авторских прав, которые признаются шариатом и не разрешается нарушать их, потому что в соблюдении авторских прав заключается общая польза, мы уже говорили, для мусульман. Как, например, поддержка авторского труда, запрет приобретения пользы для себя и за счет других. То есть человек не может пользоваться только тем, что пользуются другие. Это неправильно, если это для общественного пользования. Мы уже разбирали машины, помните, договоры на фирме. Человек лично в целях не может пользоваться. И другое, другое, имущество неволи, имущество мусульмана, если человек не может забирать и пользоваться в ущерб другим правам. О чем мы говорим здесь шейх. Как, например, поддержка авторского труда, запрет приобретения пользы для себя за счет других, выполнение договоров и своих обязательств. И Всевышний говорит, вот те, которые уверовали, будьте верны обязательствам, договорам. Поэтому мусульмане должны соблюдать договора. Пятая сура, сура аль-майда, первый аят. И посланник Аллаху сказал, мусульмане соблюдают свои условия, свои договора. Хадис передал Абудауд, номер хадис 3594. Шейх Альбани назвал этот хадис достоверным. И отвечает шейх дальше. Если автор или издатель указывают, что копирование для продажи запрещено или пишут для личного использования, то это условие обязательное для соблюдения. Вместе с тем, копирование для личного использования наносит очевидный ущерб автору, потому что у многих студентов, копирующих эти книги, просто отпадает потребность покупать их. Зачем покупать, когда он один там купил, а они все тик-тик-тик-тик, и вся группа 30 человек, они все скопировали, и все счастливы. А тот, кто это сделал, трудился, затрачил труды, он сидит и плачет. У него нет ничего. Что касается участия группы студентов или студенток, покупки одного экземпляра без фотокопирования. То есть купили, и каждый себе не копирует, то нет ничего, что указывает на запрет на сету. Можно. Если группа студентов, нет у них денег, купить какую-то программу, они купили, пользуются этой программой или книгой, или текстом, неважно чем, но каждый там не щелкает на фотоаппарат, или же не ксеркопирует себе, а после сидят вместе читают, пользуются. Это можно. Проблем здесь нет. Проблем здесь нет. И вот еще дополнение к этой теме. Вопрос к ученым постоянного комитета о том, что пользуются неофициальной программой, в которой есть предупреждение на запрет их копирования, а также есть надпись о том, что все правозащищены. Такой вопрос задали. Они ответили. Нельзя копировать программы, запрещаемые их владельцами, кроме как с их разрешением. И приводит хадис опять. Мусульмане должны соблюдать условия. Недозволено имущество мусульманин, кроме того, что он дозволил сам. Второй хадис. Или другой хадис. Тот, кто опередил в «дозволен» имеет больше прав на него. Я уже объяснил этот хадис. Да, вот видите, смотрите какие хадисы. Мусульмане должны соблюдать условия, то есть условия договора. Это прежде всего мы идем между мусульманами. между мусульманами. Прежде всего, Магом Шариат. Не дозволен имущество мусульманина, кроме того, что он дозволил сам. Если тебе никто ничего не разрешил, ты не имеешь права гвоздь брать без его разрешения. Это говорит Уляма и хадис права сусуляма. В-третьих, тот, кто опередил в дозволенное, имеет больше права. Я уже объяснил этот хадис. И нет разницы, говорит Уляма, кем является владелец этих программ. Мусульманин или же немусульманин. Так как права немусульманин должны соблюдаться так же, как и право мусульман. Фатва л'Ладжна, номер фаты 18453. Спросили шейх Альбании о том, кто берет программу в магазине, после чего делает копию и возвращает. Говорят, что не понравилось. Он сделал себе копию, а вот он вернул, говорит, не понравилось. И так далее. Иногда, говорит, вложет при этом, а иногда использует хитрость, затем забирает свои деньги. И это учитывая то, что на этих дисках написано о том, что права защищены по-английски или другими буквами. Каково положение шариата в этом вопросе? И шейх Альбании ответил. Это без сомнения, к сожалению, было из числа неверных. Смотрите, как шейх отвечает. Машал. Вот ученые у них головы работают. Они даже слова такие находят, чтобы нам было стыдно мусульманам. Стыдно, когда мы берем чужое имущество. И это, без сомнения, было из числа качеств неверных. Так поступали только неверные. А теперь стало качество мусульман. А теперь стало качество мусульман. Что воруют, берут и так далее, обманывают и тому подобное. И посланник Аллаха, саллаху алейкум ассалям, воспитал нас наилучшим воспитанием. И обучал нас наилучшим обучением. И из числа того, чему он нас обучил, это слова. Возвращай доверенное тому, кто доверил тебе. И не поступай вероломно по отношению к тому, кто поступил вероломно по отношению к тебе. Если тебе доверяют, не переступай эту черту. Не поступай вероломно. Сейчас, к сожалению, это качество мусульман. А раньше, я говорила, это было качество неверных. Все мусульмане отличались. Что неверные могли подвести, обмануть, изменить, за твоей спиной что-то сделать. Но мусульман никогда на это не шел. И не позволял. А сейчас это в некий проблем нет. И оправдает тысячу причин себя найдет. От Тирмези 1264 хадис Абудаву 3534. Достоверность подтвердили. От Тирмези Абудаву и Альбани. Фильцеля Али Сахих 423. Дальше. Если мусульманин купил диск, кассету и другую вещь, на которой написано, что ее нельзя копировать, а он сделал копию и стал продавать ее, то это не дозволено. А что может сказать еще о том, когда он после копирования возвращает оригинал, заявляя то, о чем ты говорил, спрашивающий, из числа лжи или хитрости, которая не лишена лжи, хитрость. Важно то, что это все вероломство, и мусульмане нельзя совершать подобное. К огромному сожалению, некоторые мусульмане опередили иудеев, говорит шейх, которые выдумали правило цель оправдывать средства. Это иудеи выдумали это правило. Цель оправдывает средства любыми путями. А мусульмане даже опередили сегодня иудеев. Сельселя Кудан-Нур, фатла номер 665. Спросили шейх Ибнус Аймин, каково положение копии компьютерной программы, чтобы извлекать пользу из нее Саламу или распространить святых людей или же продавать. Есть ли разница в этом между компанией мусульман и немусульман? И шейх Ибнус Аймин Рахимулла ответил, во-первых, мы спросим, говорит шейх, оставили ли эти компании права на это для себя или нет? Если нет, то любой может пользоваться этим. То есть, оставили ли они авторские права? Если не оставили, нигде это не указали, то любой может пользоваться этим для себя, для продажи или распространения, так как это не защищено. Однако, если сказано, что права защищены издателем, то тогда обязательно для нас, мусульман, быть первыми во всем мире, кто будет это соблюдать. Смотрите, опять ученые говорят, что мы должны первыми, кто будет соблюдать, не поступать вероломно, не воровать, не брать чужое. Сейчас это действительно стали качественно неверных у мусульман, к сожалению. И дальше продолжает шейх, известно, что если что-то защищено, то нельзя на это покушаться, так как если открыть для этого дверь, то эти компании обанкротятся. Ведь этот компьютер и эти программы обошлись этой компанией в огромную сумму. Если сделать копию и продавать, то стоящий, допустим, 500 рублей, программа будет стоить 5 рублей, а это вред. Тогда как посланник Аллаху Саляму сказал, нельзя причинять вред ни себе, ни другим, ни себе, ни другим. Смотрите, сколько хадисов, да? Вчера этот хадис, кстати, вот там длинный, честь, имущество мусульман запрещено. Нельзя постигать на честь имущество мусульман. Нельзя причинять вред себе и другим. И это общие слова. То есть общие слова, как говорит шейх, они касаются всех, как мусульман, так и немусульман. Поэтому я хочу, чтобы мусульмане поняли, что самые первые из людей, кто соблюдает договоры и условия, были мусульмане, были мусульмане. Ведь посланник Аллаху Саляму предостерегал от предательства и сказал что? Сказал, что это качество лицемеров, кто предает, кто пользуется доверие мусульман, кто ведется таким образом, это качество лицемеров. Об этом говорит правок Саляму и про это говорит шейх Ибн Саймин. И не каждого немусульманина, шейх дальше продолжает, имущество и кровь халяль. Например, воюющие немусульмане, как иудей, это одно, говорит, харби. А те, говорит, немусульмане, с которыми общий договор, то это муахад, который подлежит договору. То есть вот что касается этой темы. Ну, я думаю, что будет, иншалла, понятно, да? А, задержка товара. Вот, иншалла, тоже его можно забрать, потому что многим занимается этим. На складах хранят накопительство, вот в это сюда входит. Будем вместе это разбирать, иншалла. На складах хранят и так далее. То есть придерживать товар. Что можно в этом случае, а что нельзя? Тогда, иншалла, на следующей неделе разберем, потому что это тоже большая тема и очень интересная тема. А потом, наверное, уже будем переходить к фигу семьи. Основные моменты мы торговли разобрали, а остальные остались. Это, конечно, как основные? Громко сказки. Очень и очень важный. Это фиг. Взаимоотношения между мужем и женой, как должны складываться условия женитьбы, условия сватоства, условия развода и так далее. Многие вещи тоже мы до конца не знаем. Дети с кем остаются при разводе, наследство. Все это туда входит. Это очень большая тема. И каждый из нас должен знать, потому что начинает неправильно вести себя. Детей там не отдают своей жене, если разводят. Или же она не отдает в каких случаях. Чтобы не было греха, это мы должны все знать. Если есть вопросы по теме, все здесь алима, вопросов нет. Это потом спросишь, никто ничего не знает. У вас, наверное, как говорят, скрытый иман, скрытые знания, да? Все, берите знания брать. Если серьезно, надо брать знания. Надо хоть как-то напрягаться. Вот в этом надо очень напрягаться. Очень напрягаться. Лучше забыть, я не знаю, там, допустим, например, таблицу умножения, чем забыть что-то, хадис какой-то или аят Курана. И Продолжение сказал, что самый несчастный из людей тот, Камал Асфантали, открыл какой-то аят из книги своей, а он забыл его. Это не значит, что ты выучил, и в арабском нет смысла. Ты помнишь этот аят, ты знал, а потом ты забыл и не действуешь по нему. Это несчастнейший человек, потому что что может быть лучше, когда Аллах открывает книгу свою для тебя, она заходит в сердце, а потом ты забываешь из-за чего. То есть от хадис тоже надо понимать. Правильно, потому что не живешь по этому аяту. Вот и видно, что тебе огромный вред. А если бы ты соблюдал, говорил другим бы, напоминал бы, опять мы к этому приходим, сам бы жил по этому, ты бы не забыл никогда. Ты бы не забыл никогда, но ты этим не занимаешься. И получается, что ты, как сказал тоже Асфантали, на кого похож? Правильно, скотину, сзади которых книги на спине. Везешь и даже не знаешь, что у тебя. На слаб, правильно. Даже хуже, говорит Асфантали. Поэтому берите знания, это лучшее, что может быть в этом мире. Субтитры создавал DimaTorzok. И никаких в этом проблем нет. То есть закон России вот так. А в авторских виде даже немусульмане ограничивают, чтобы человек вред не приносил. Потому что он может сказать, что пожизненно это мое. Нет. Даже закон России 10 лет дается на издателя, изготовителя, чтобы он оправдал свои затраты, получил какую-то прибыль. Ну, примерно посчитать. За 10 лет уж, наверное, оправдает. Если его продукт вообще пользуется спросом. А если он не пользуется, то он 150 лет будет стоять. От него толку не будет. Поэтому 10 лет с него снимается всякое уже ограничение. Вот сейчас Windows 2000, оно вполне легально, свободно распространяется. Каждый может установить на свой компьютер. Я, правда, плохо сбираюсь, в чем разница 2000, 2007, какие они существуют. Но она распространяется легально, да. Соответственно, если ты 2001 года, то тоже можно? Ну, 10 лет. Закон в России, да. Сейчас 13, значит, 2003. Там, вор 2003, он уже все. Он уже теряет силу о защите авторских прав. 10 лет давно были разработчикам, чтобы они оправдали, вернули свои средства. И потом человек может спокойно им пользоваться. Это такая информация, сначала. Поэтому может вставить. Ворд 2003 неплохой, кстати. На нем спокойно можно работать. Я не могу за нем, по-понятному, а на себя просто дать трубку. Тоже не можешь, если обучить. Я же тебе уже привел фото. Спросили Абу Усман Мохаммад Шабан. Он директор МАРКАС есть, МАДРАСА, который основал Шех Альбани. Там учатся ученики, учителя, вернее, ученики и много-много студентов. И он, этот человек, там директор. И у него спросили, можно ли скачивать программы, то есть для компьютера, которые для тебя уже кто-то выставил в интернете. И спросили, каково мнение учеников Шех Альбани в этом вопросе? И он сказал, что ученики Шех Альбани – это ученики, не сам Шех. Шех Альбани уже фатфу приводил. Ну, понимаете, а то говорят, что вот Имам Малек так сказал. На самом деле, говорили его ученики. Тут тоже ученики, говорят, не сам Шех. Они на том мнении, что если скачать программу только для личного пользования, то они разрешают. Но если на этом зарабатывать, торговать такими пиратскими программами, то нет. То есть мнение его учеников. Для себя ты уже если купил все, ты себя пользуешься, но распространяет, продавает, ну тогда ты нарушаешь права. Сам пользуйся. Тебе же не дали распространение. Тебе дали для тебя, чтобы ты пользовался. Понимаешь? Когда он спространил программу, я надеюсь, что он в принципе не нужен. Ну мало что не нужен, а он на нем деньги сделал, понимаешь? Если этот диск пойдет по рукам, допустим, вот в одной аудитории ты купил и 30 человек, а я стою, у меня магазин, и кто к нему пойдет покупать эти диски? Конспекты, кто пойдет? Никто не пойдет. Никто не пойдет. Нет, ну ты по диске хоть ты 100, ты же один. Конечно. Это проблем нет. Ты можешь главой корпорации быть огромной. Твоя корпорация покупает, то есть ты получишь деньги. Конечно, ты один. Ты, пожалуйста, во всех своих офисах ставь. У тебя будет программа, договор, с другой корпорацией, кто выпускает эти программы, ты официально купил. Нет, почему? Если ты купил, ну это, я не знаю, какие они права ставят. А ученые, мы же поширято смотрим. Если ты купил, то ты хоть у тебя 10 домов, допустим, 10 домов, ты можешь на все, ты хозяин. А, самому его налогу, а самому поломал. Ну я не знаю, что ты с ним сделаешь там. Вот поширято, ты хозяин, ты хозяин, понимаешь? Поширято, ты можешь этим пользоваться. Потому что эти все компьютеры принадлежат тебе. Ты покупаешь у него, и ты не обязан покупать, допустим, 10 штук. Ты купил вещь, что ты пользуешься. На трусах как антивирус, да? А они специально в виду делают, что вы покупали антивирус? У Майкрософт бесплатно антивирус. Майкрософт бесплатно, я его бесплатно пользуюсь. Вон Зидар поставил бесплатно. Нормально? Нет, кстати, ребят, вот это тоже хотел дополнить. Очень много есть альтернативных программ. К тому же Ворду, там Офис, там бесплатных. Много есть альтернативных. И братья, студенты, которые вот эти вопросы изучали, они пользуются, вот отошли от этого и начали загружать программы, которые альтернативные. Другое дело, если человек инженер там что-то создает, но тогда уже он от этого прибыль получает. И выложит за это деньги, он уже может себе позволить. А такие бедолаги, как студенты, учащиеся, не профессионалы, они там, вон, разницу не очень-то заметят. Есть бесплатные? Ну, хочешь лучше, покупай. Тут же вопрос в чем? Они же тоже даже вот, ну, какой пример привести? Ну, допустим, игры компьютерные, да? Играют вот, насколько, да, вот я помню. Иногда выпускали игры, там, демо-версии, да, игры. И ты какой-то там один-два этап проходишь бесплатно, он тебе дает. Но если ты хочешь полную купить и наслаждаться иметь, купи, а так пользуйся, демо веси, один-два, снова-снова проходи. То есть он тебе дает пробник, а уже за продукты должен заплатить деньги. Если там указано, брат, я же не знаю, что там указано. Если там указано, что не подлежит распространению, как ты можешь распространять? Это распространять. Я же говорю, там же все ученые говорят, если там указано, что нельзя распространять, только для личного пользования, значит только ты и все. Не продавать, не давать ты не можешь. Потому что опять тебе говорю, ну я с конспектами же привел фатва. Если в группе студентов, ну ты самый богатый, допустим, купил конспект, а потом каждому раз дал, так понимаешь, что в своей группе никто не пойдет в этот центр и покупать у них. А в центрах тогда чем будет зарабатывать? Разве не есть это посягательное имущество и воровство? Они создавали продукт, они сидели, думали. Это такой же продукт, как и колбаса, там, допустим, хлеб, да? Ну, если так сравнить. Просто мы это пощупать не можем. Он цифровой, а это мы можем пощупать. Но люди-то работали над этим продуктом. Поэтому от твоего действия будет зло большое. Поэтому ты не можешь распространять его. Та сестра почему не дала? Библиотека сказала, нет, это не мое, я не могу дать. И шейх сказал, что обязательно второй студентке вернуть эти надписи, не пользуясь, даже самой не читать. Вернуть за это деньги и еще сделать порицание этой работнице библиотеки за то, что она дала. Не просто так, смотри, сколько тут пошло. Не читать. Вернуть деньги и еще порицание сделать. А она же, она деньги заплатила, она не своровала, не где-то тоже купила, но нельзя было это делать. Та работница не имела права и обязана восстановить права. А как право восстановить? Вернуть деньги, отнести назад и еще поругать ту работнице библиотеки, что больше так не делала. Видишь, как это все? Я привел лишь мнение Фатвау-Ляма, а как вы там будете делать? Я же говорю, я себя ответственность снимаю. Аллаху-Аля. Тонкий довольно-таки вопрос. Например, есть программы, их просто покупаешь, пользуешься, но там дается право, допустим, пользования на один компьютер. А если, например, человеку... А если они указали такое, да, право на один компьютер? Да, обычно. Ну, это все равно ограничение на тебя. Я не вижу, ну, грубо говоря, у обычных, ну, сейчас почти у всех есть обычные стационарные, сейчас уходят такие планшеты, там, и что-то. Ну, получается, что я не могу уже туда и туда? Ну, он же задал вопрос, он фигатор точно такой, со своими 10 компьютеров. По шариату, в принципе, проблем нету. Ты купил продукты и пользуешься, как хочешь. Как в личных именно, а в местных личных, это традиционно. Проблем нету. Бензин купил, ты же можешь у тебя 10 машин, залить 10 машин? Проблем же нет у тебя. А если тебя ограничат в этом? Там это ограничение просто уже, это взимание лишнего, плата и так далее. А по шариату ты купил вещи, ты можешь и пользу, ты полностью хозяин. Мы же с вами торговлю разбирали. Торговлю, что предусматривает по шариату? Что? Человек, когда покупает, что? Кем он становится? Один. А что у него получается? Полностью распоряжаться, как хочет. Шариат никакие рамки не ставит. Ты купил вещь и полностью распоряжаешься. Это же основа торговли. Мы брали с вами. Вот и все. Но отсюда, если это по шариату. Другое дело, я сказал, это законы не шариатские. Это другой вопрос. А по шариату тебе никто не может ограничить твоих права, когда ты купил эту вещь. Как хочешь. Хоть сжечь, конечно, это будет и срав. Неправильный пример. А так, пользуйся, применяй на два компьютера и так далее. Это ты, твой компьютер. Ты, допустим, у тебя один кабинет. Допустим, двухэтажный дом. У тебя в кабинете компьютер внизу. И наверху там еще один кабинет. И туда, сюда, сюда. Почему ты не можешь пользоваться? В одном доме никто не заходит. Ты только пользу. Твой продукт. Пожалуйста.